Библейский портал экзегет.ру представляет 33-й псалом для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества В 32-м предыдущем у нас была такая декларация веры Вот так его можно назвать То есть что такое верить в Бога? Ну просто радоваться тому, какой Бог, и всё И даже, может быть, не просить ни о чём конкретно Надеяться на него и рассчитывать на то, что Господь найдёт Способ как-то изменить ситуацию в нашу пользу А 33-й носит очень конкретное написание Редко это бывает в псалтире Буквально несколько таких псалмов Привязка к определённому событию в жизни царя Давида Сложно Давидам после того, как он притворялся безумным Передавимеллахом, и тот прогнал его, и Давид ушёл от него О чём идёт речь? Царь Давид ещё, собственно говоря, и не царствует Он только помазан в цари, но он, на самом деле, беглец От царствующего правителя Саула И ему деваться некуда, его обложили со всех сторон Он бежит к филистимленным, к злевящим врагам израильтян А прекрасно понимает, что там его не встретят Радужно, так, знаете ли, с аплодисментами и транспарантами Он притворяется безумцем Ну, чтобы его просто не убили, да? Кому нужно убивать безумного человека? И тот, вот царь Авимеллах филистимский говорит Да, уберите его отсюда, зачем он мне нужен? Вот это момент крайнего унижения Кажется, царь Давид никогда не падал так низко Смотрите, он притворяется безумцем При дворе враждебного царя Чтобы там его не убили Вот до какой степени там нужно пасть Вот он, казалось бы, царь Его помазали в царе Он, казалось бы, избранник Божий А что с ним происходит? С ним не то, что никакого царствования не случилось Он, в общем-то, грязь под ногами Которую отшвыривают как что-то ненужное Давайте прочитаем Псалом Ежечасно я Господа благословляю Хвалая Ему всегда на устах моих Прославляет Господа моя душа Бедняки меня услышат и обрадуются Славьте Господа вместе со мной Будем вместе воспевать Его имя Я обратился к Нему, и ответил Он И от всех страхов меня избавил Съявят лица тех, кто смотрит на Него Они не будут унижены Взывает бедняк Его, слышит Господь И от всех бед спасает Его Ангел Господень стражу несет Вокруг боящихся Его и хранит их Вкусите и увидите, как благ Господь Счастлив тот, кто уповает на Него Чтите Господа, все святые Его У тех, кто боится Его, ни в чем нет нужды Львы терпят бедность и голод Но кто ищет Господа, не знает нужды Подойдите, дети, и слушайте меня Я научу вас Господа чтить Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни Пусть тот удержит язык своего от зла И уста от лживых речей Пусть отвернется от зла и творит добро Ищет мир и стремится к Нему Очи Господа к праведным обращены Его уши слышат их зов Свой гневный взор на злодеев Господь устремит Так, что и памяти от них не останется Кто к Нему взывает, тех слышит Господь Из любой беды выручает Господь рядом с теми, чье сердце разбито Он спасет всех, чей дух сокрушен Много бед праведного ждет, но от всех его спасет Господь Хранит в целости все кости, его ни одна из них не сломается Зло само грешников умертвит Кто ненавидит праведника, поплатится Господь спасает жизнь своих рабов Кто уповает на него, избегнет кары Так и хочется после этого написания После того контекста, в который поставлен этот псалом Сказать, Давид, ты вообще о чем? Ты посмотри вокруг себя Кто ты? Безумец при дворе враждебного царя И это что? Вот так все хорошо, да? Тебя Господь избавил от всего? Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни? Это вот как ты сейчас, да? И что ты говоришь? Очень Господь к праведным обращены Его уши слышат их зов Это что, тебя Господь сейчас услышал, да? Господь рядом с теми, чье сердце разбито Он спасет всех, чей дух сокрушен Ну и покажи нам это А Давид и показывает А Давид и показывает в данном случае образец веры То есть у нас есть псалмы величия Божьего Вот человек, когда, знаете, вот так все хорошо Выйдешь какой-нибудь ясной звездной ночью на улицу Особенно в красивом месте Из богатого украшенного дома С хорошими друзьями После там дружеской вечеринки Ой, как хорошо, как приятно Господу воспевать Или там богатый урожай Ну в нашем случае там дивиденды получены с акции Чувствуешь себя состоятельным человеком Как хорошо Господу воспевать А ты попробуй вот из ямы, из грязи Из унижения, из отчаяния воспевать его Давид попробовал, у Давида получилось И здесь даже трудно говорить что-то еще об этом псалме Но у нас столько было псалмов до того И будет еще некоторое количество Где говорится, Господи, на меня напали Ко мне пристают, меня не замечают Меня обижают, меня хотят убить Вот с Давидом это все ровно и происходит Причем всерьез хотят убить А не то, что какая-то паранойя бывает Знаете, человеку кажется, что на него там Инопланетяне воздействуют космическими лучами И все вокруг заговор составляют Бывают такие безумцы Вот с Давидом правда так У него действительно по пятам гонится Саул Да еще здесь он уфилистимлен Тут его один неверный шаг И убьют филистимлен И ему даже нечем от них защититься А он говорит, я уверен, что все будет хорошо Вкусите и увидите, как благ Господь А какое-то чувство глубокой внутренней уверенности Может быть, то чувство внутреннего успокоения в молитве Которое мы уже видели в предшествующих псалмах То есть я помолился, я почувствовал, что я услышан Я почувствовал, я понял, что я не одинок Львы терпят бедность и голод Вот те, кто... Что такое лев? Это самое крупное и сильное сухопутное животное Хищное, да, есть еще слоны Но льва никто не обидит, кроме охотника-человека Но в дикой природе льва не обидит никто Он царь зверей, он может делать все, что ему заблагорассудится Но и он бывает, что голодает Добычи не нашлось Не сумел схватить А вот тот, кто с Господом, он не будет жаждать Он не будет голодать Хотя, может быть, как раз в жизни Давида Были примеры того, как он физически жаждал, физически голодал Но только не от того, что ему не хватало Бога И есть только одно маленькое условие Вот мы уже встречали здесь не раз тему греха Прощения греха и отказа от зла Псалтирь с этого начинается Блажен тот, кто не ходит по совету нечестивых И здесь Давид повторяет Кто хочет жить и желает видеть счастливые дни Пусть тот удержит язык свой от зла и устает лживых речей Отвернется от зла и творит добро Ищет мир и стремится к нему Казалось бы, насколько это справедливо Разве мы не знаем множество случаев Когда человек, который творит добро, оказывается в беде Я знаю достаточно таких случаев И наоборот, когда злодей процветает Когда он богат, успешен, влиятелен Но здесь, смотрите Здесь не сказано, что если ты будешь так жить То будет все хорошо с тобой И наоборот, если не так, то плохо Здесь сказано, ты хочешь, действуй Как этого добиться? А вот так И дальше он объясняет Потому что свой гневный взор на злодеев Господь устремит А кто к нему взывает, тех услышит Господь Он рядом с теми, чьё сердце разбито, чьё дух сокрушён То есть это не про успех в делах Победу на войне Даже не про какое-то, знаете ли Чувство самоуспокоенности и удовлетворения Которое может человеку и заменить абсолютно Там какой-нибудь йог питается лепестками роз Но при этом им очень хорошо Потому что он внутри себя пришёл в гармонию с окружающим миром Это не про это Это не про такую гармонию Вот как раз псалтирь Это, если дать какую-то общую характеристику этой книге Это напряжённый поиск Бога Это устремление к нему в чём-то подобное Устремлению к любимому человеку Вот когда мы всерьёз влюблены Прямо так, что ночью не спим И мы стремимся мыслью, чувствами Стараемся и физически приблизиться к тому Кто нам бесконечно дорог Вот псалтирь — это книга о такой влюблённости в Бога И что сама по себе эта влюблённость Ну, опять-таки, кто её переживал, наверное, знает Что влюблённость — это, прежде всего, чувство огромного счастья Трудного иногда, очень непростого Иногда связанного с разочарованиями, обидами и так далее Но вот чувство огромного счастья И вот здесь ровно о той же влюблённости в Бога Которая даёт это чувство огромного счастья Невзирая на обстоятельства, можно быть фактически вот В дурдоме в плену у филистимлян На грани смерти Можно ничего не иметь И, главное, никаких перспектив выхода из этой ситуации Но то ощущение, что Господь с тобой И Он спасёт всех, чей дух сокрушён Много бед праведного ждёт Ждёт это ещё в будущем будет Но во всех Его спасёт Господь Вот это чувство, безусловно, одна из самых главных побед в псалтире Ведь нет ничего странного в том, что самые разные люди, включая язычников А может быть, иногда даже и вовсе неверующих атеистов Обращаются к высшим силам с просьбой им помочь Как говорят там, не знаю, правда или нет На войне в окопах под обстрелом атеистов не бывает Все кому-то молятся Вот ситуация, когда всё плохо и человек просит Помоги, помоги, помоги Ну, она естественна для человека Ситуация, когда всё плохо и человек говорит Господи, как хорошо, что ты со мной Это совсем другая ситуация И может быть, вот победа псалмопевца Именно в том, что он здесь достигает этого состояния В том, что он может это сказать Ну, а следующий, 34-й псалом будет более конкретен По отношению к тем, кто гонится за Давидом Вот за нашим лирическим героем Он будет немножечко спокойнее и пониже Его тоже прочитаем, конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!